В отличие от обычных граждан для журналиста, звонок телефонного мошенника всегда кстати, особенно если ведешь криминальную тематику. Вот почему наш пиар-директор Ольга Селиверсова не отбила звонок жулика сразу, а напротив поставила телефон на громкую связь. Уже читала новости о том, что есть такой способ мошенничества, когда некто представляется сотрудником спецслужб ФСБ и говорит, что надо вот помочь поймать жулика. Чтобы не спугнуть афериста, Ольге пришлось прикинуться доверчивой простушкой. По поводу ситуации, Ольга Александровна, что хочу вам объяснить. Смотрите, это не та ситуация, когда, допустим, человек украл ваш пластиковый продукт и обратился в офис банка, либо же к ближайшему банкомату, чтобы списать ваши финансы, знаете, код и так далее. Ситуация куда хуже, когда у вас документы ваши были украдены и была составлена документация определенной группой на ваше имя. О первых подобных разводах в региональном у ФСБ сообщили еще в октябре, так что мошенник явно пользовался избитыми приемами. Звонившие представляются сотрудниками Федеральной службы безопасности и просят обеспечить доступ к личным счетам собеседников под предлогом участия в работе спецслужб по разоблачению преступников. Указанные обстоятельства притупляют бдительность граждан и позволяют мошенникам похищать денежные средства с их банковских счетов. Но для сотрудника ФСБ звонивший был плоховато осведомлен. Ваш социальный ежемесячный заработок в размере 45-50 тысяч рублей. Насколько я понимаю, это достоверная информация. Вести следствие по телефону – абсолютный нонсенс. Но работать со свидетелем очно лжеследователь был явно не готов. Я могла бы подойти в любое отделение, куда вы мне скажете. Я вам все расскажу и дам показания. Слышите, я только за Ольгой Александровной. Только вот дело в том, что я нахожусь в Москве, по Новослободской, 45. Почему сотрудник ФСБ квартирует в Главном следственном управлении московской полиции? Тоже загадка. Впрочем, это не самый главный ляп, допущенный мошенникам. Ворованные личные данные безнадежно устарели. Впрочем, недооценивать аферистов региональным ОМВД не советуют. Недаром же новые потерпевшие в полицию обращаются чуть ли не каждую неделю. Мошенники очень изобретательны и умеют преподнести информацию так, чтобы им поверили. Убытков помогут избежать бдительность и внимательность. Не вступайте в диалог с неизвестными, говорящими о подозрительных операциях с вашими деньгами и прилагающими перевести сбережения на безопасные счета, взять кредит и так далее. Это мошенники. Иван Суверен, телеканал Первый областной.